Теперь посмотрим видос от Конвея, вершины женского гейминга, клуб романтики. Дорогие друзья, этот день настал. Сегодня мы снова поговорим о женском гейминге. Можете считать этот ролик духовным продолжением ролика про женщин-инфаркт и радикальных феминисток, который вышел уже год назад, когда я еще не вел активно канал. Как известно, каждому уважающему себя мужчине, женщин-геймеров не существует. Это псиоп плюс прогрев, и любая попытка превратить девушку в геймера кончается в лучшем случае Дашей Островской. Затечиспо Виталика это как прыгнуть в сельский туалет. Отмываться потом будешь долго, мучрительно, это я по собственному опыту знаю. Соответственно... Блядь, ну нет, чел, женщины-геймеры существуют. ...и женского гейминга не бывает. Потому что, согласно гендерной исследовательнице Аниты Сарксян, геймпады и мышки не помещаются в хрупкие женские ладошки. А киберспортивные достижения женщин заметны только... Я их, правда, не видел. ...в дисциплинах вроде спидран-симулятора мытья посуды Any% или киберспортивных реалити-шоу по Sims 4. Донат в Steam с самой низкой комиссией на рынке. Карты Battle.net и PlayStation. Пополнение мобильных игр напрямую. Все это и многое другое на Donatov.net. Лучшие цены. Гарантия на все товары и куча халявы. Донатов нет? Донат есть. Купон со скидкой на первую покупку по ссылке в описании. Поэтому женщинам остается играть в 3 в ряд на телефоне, пока мы, мужчины... Мне нравится эта идея того, что женщины не играют в Call of Duty или CS-ку, потому что мужчины их настолько загнобили, что они ушли там ебать в всякие 3 в ряд и прочее. Это на самом деле очень интересная хуйня, как будто все игровое сообщество. Это буквально как одна неблагополучная семья, где муж пиздит жену и говорит ей съебать на кухню, блядь, глаз подальше. Типа в этом что-то есть. В этом что-то есть. Об этом можно подумать. Настоящий геймер из большой буквы гей тратим 17 сотню часов в хойке, захватывая Европу за кубанскую фимбой-нацистскую диктатуру. Но это поверхностный взгляд. На деле технологии продвинулись достаточно далеко, чтобы создать более разнообразные женские игры. Это и прокачанная версия трех в ряд, в которую вы можете поиграть на настоящий мужской приставке. Не, ну вы видели, как женщины в доту играют? Бля, я играю хуже. Ладно, я играю хуже. Но все клипы, где кто-то плохо играл в доту, я видел, это были женщины. В кейксбоксе. А также недосягаемая вершина женского гейминга, которую никому не удается покорить дважды. Конечно, я говорю о клубе романтики молдавской студии Your Story Interactive. Для тех, кто провел все это время в бочке на Крайнем Севере. Клуб романтики — это серия визуальных новелл о вампирах, таинственных меценатах, гейшах, черномагах, где вам нужно с этими самыми вампирами и черномагами заводить отношения. Выбери свое приключение на самой женской консоли, на мобилке. Качество материала заставляет вспомнить о женских романтическо-эротических новеллах в Ларьке на вокзале. Это оно самое и графически, картинки словно сошли с обложек книг про неукротимого горца, и, собственно, литературно. Что? Жопа застряла? Для написания текстов привлеклись сценаристов, которые способны затронуть самые тонкие струны любой души. Геймплей поистине 12 из 10 на кончиках пальцев и заключается в двух вещах. Игру не выбирает одну из двух-трех диалоговых опций. Из этих опций самое хорошее всегда платное и доступно за внутриигровую валюту. Внутриигровая валюта, алмазики и чашки чая. Чтобы нажать на правильную диалоговую опцию, нужно заплатить. И чем дальше, тем больше. А если оказалось нечем платить, то придется тыкать в самую плохую диалоговую опцию. И в результате игру придется читать не так, как хочется, а как позволительно для нищих студенток, решивших бесплатно потыкать в телефончик в холодной электричке. А главная героиня любой новеллы превращается в зажатую, холодную, ненавидящую всех Амешку и Фемцева, которая только и может что отталкивать от себя всех окружающих персонажей, ну то есть в реальных женщин, которые в это играют, по причине отсутствия донатной валюты. Как вы поняли, клуб романтики это фри-то-плей. То есть скачать это чудо можно бесплатно, а за прохождение надо платить. Платить надо за все. За косметические опции, за хорошие варианты развития событий, а также за секс. Да-да, вагинокапитализм повержен. Ебать там нахуй выступает, так нормально. У меня еще шрам такой есть, ебать. Ну что, блять, они в детской комнате, что ли, блять? Что это за комната этого Энди из истории игрушек, блять? Клубе романтики действует наста... Как они на этой кровати ебаться будут, маленькая? Стоящий пенисокапитализм. Здравствуйте. Недавно случайно наткнулась в телефоне ребенка на такое приложение клуб романтики. Дочке 8 лет. Насторожила название и иконка приложения. Зашла, и то, что я увидела, повергло меня в шок. Голые мужчины, сексуальные сцены и так далее. Что делать? Оставлю скриншоты этого кошмара. Если Игруния хочет посмотреть кринжовые арты с понравившимся персонажем без одежды, то придется раскошелиться. И они это делают. Несмотря на то, что по качеству контент сильно хуже даже того, что можно найти на сайте R34 по... Эй, блять, не надо. ...запросу Дэдпи 47. Естественность самое красивое, что может быть женщине. Когда ты такая обнаженная, открытая, чистая, ты прекрасна. Если не платить, то произойдет большое предательство. И главная героиня сама откажется от секса. Зато, если Молдаване из Your Story Interactive получат от игрока ее степуху, то ей открыты все двери. Выбирай любую прическу. Ебись с кем хочешь. Можешь даже одновременно. Тебя за это не накажут. Все же ты заплатила за это кровные 500 рублей. И это еще не все. В связи с некоторыми ограничениями, наложенными на Россию... Бля, я помню, короче, ну, сама тема фимцеллов, которые играют в подобные игры, чтобы хоть где-то их любили. Я помню, был какой-то видос в Твиттере, посмотрел про... Сейчас... Бля, может найду на Ютубе? Да, день в жизни японской алкоголички. Она, короче, там просто бухала постоянно, типа, сидела и пила. И там выпьет, и здесь выпьет. Ей, типа, за 30, по-моему, она живет, постоянно пьет пивас, там куда-то ходит. Вот, то есть, это, типа, ее постоянная жизнь. Ей, типа, это очень нравится. Вот. И большинство комментов было, типа, блядь, я готов. Почему она одинока? Почему она одинока? Я хочу на ней жениться или что-то такое. Эх, куда пойдешь, западный мужчина? Заплатить за виртуальную валюту можно весьма хитрым и сложным способом, которым воспользуется не каждая фанатка хренового рисованного порно. Там инструкция на целый экран сначала зарегистрироваться на сайте, потом пройти в магазин, потом найти свой юзер-айди, потом найти, куда его правильно ввести и только после этого купить. И вообще, это не всегда срабатывает. Но яростное желание наслаждаться романтикой за... Где же моя няшная алкоголичка за 30, да? Все вот так. ...ставило многих разобраться с санкциями. Выкуси Сергей Гуриев. Для самых нищих остается традиционный просмотр рекламы или ивенты, во время которых можно фармить алмазики. Отлично, скажете вы. Есть не особо хорошо нарисованная и сделанная игра для мобилок. В нее играют женщины. В чем тут новость? В том же, в чем и обычно. Какие именно это женщины? Не те же усталые тетушки средних лет, которые покупают книги про оборотни и перед долгой поездкой на дачу. Нет, эта игра не для них. Самая фанатичная база клуба романтики, как правило, это опять феминистки самых разных политических флангов. Рассказываешь сеструням о том, как плохо подчиняться мужикам, что патриархальная культура вредит женским свободам, а в промежутках потребляешь, потребляешь, потребляешь максимально сексуализированную фантазию о принцах на белых конях. Это же стандартная хуйня. Каждый расист думает о смуглых девчонках из восточных, юго-восточных стран. Каждый, кто выступает против ЛГБТ-пропаганды, там что-то содержит свой гарем фембоев. Это всегда классическая тема. Не спрашивай, какой ориентации сын консервативного политика, блять. Где тебя представляет героиня с идеальной внешностью бимбо-унитаза. Бодипозитиву, как известно, в эротических фантазиях не место. Как, в общем-то, и повесточки. Как бы потребительница контента не оправдывала для себя столь большое идеологическое отступление. Ну да, ну да, их туда завлекают интересные истории. Сестра на фармищу алмазиков, чтобы прочитать потрясающую порнуху о сексе с вампиром. Ведь ради этого твои предшественницы боролись с жесткой мужской властью. Из-за всей этой заварушки с вирусом у меня случился выкидыш. Я потеряла ребенка. Женщина, на что вы тратите свою жизнь? Представьте себе, ну прекрасное времяпровождение. Еще там есть адекватные мужики, которых не встретишь в жизни. Которые нарисованы, но лучше автора данного тейка во всем, потому что не осуждают чужие увлечения. На интересной истории у Щемленец. У Щемленец. Это женские версии нового Алдова, только у него врожденца. Мы обязательно чтем ваше мнение. Спасибо. Вообще, если подойти к проблеме по-научному и как следует по ресерчу То окажется, что тут у нас три круга эйлера Феминистки Может быть когда-нибудь женщины научатся быть такими же милыми И одеваться так же хорошо, как в фембое Может быть когда-нибудь они... Понимаете, даже мужчины лучше в том, чтобы быть женщинами, чем сами женщины Но я надеюсь, что женщины переймут этот опыт и наверстают упущенное Казуальные фандомчицы и просто любительницы низкокачественной порнухи без предпочтения к жанру Где-то в середине находятся самые идеологически продвинутые в смысле самооправданий люди Ни, как и обычно К сожалению, легальная эпоха клуба романтики в России подошла к концу В какой-то момент чиновники Роскомнадзора при помощи Екатерины Мизулиной Которая сама как будто сошла с обложки одной из новелл клуба романтики про бимбо-унитазы Выяснили, что А. Эта игра в жанре порнографическая визуальная новелла существует И. Б. Там есть ЛГБТ-контент ЛГБТ-контента немного Но решение Верховного Суда однозначно говорит, что теперь такое нельзя Разработчикам предложили порезать запрещенку Те наотрез отказались Спасибо за 500 рублей, дружище Есть ли у тебя среди подписчиков симпатичные девушки на твой вкус? Которые не блогерши И которые старше 10 лет А, то есть старше 10 лет тебе уже сойдет, да? То есть настолько сильно планка опустилась Нет, чувак, меня не смотрят женщины Потому что российский рынок лишь один из многих, куда поставляют свою игру И заново переделывать ради него все сразу, да еще и готовящийся апдейт Плохая идея Не говоря уже об уроне для репутации Поэтому молдаване убрали игру из российского магазина А Роскомнадзор заблокировал ее сайт на территории страны Решение разрабов разделило комьюнити надвое Одни, с радужными флажками, прослезились с такой поддержки в месяц плотности Другие, без Оказались глубоко возмущены, что их бросили без регулярной порции рисованных голых мужиков Разборки были яростными Но не долгими Поскольку даже любительницы порнухи с флажками в профиле знают, как пользоваться ВПМ И быстро вернулись к привычному потреблению порнухи из перехода Какая тут мораль? Во-первых, феминистки из социальных сетей снова предсказуемо предали свои идеалы Ради самого низменного потреблятства Причем того, в котором они обвиняют мужчин Да, мы смотрим порно, есть такое дело Но делаем ли мы из него культ, объясняя друг другу, что 2D-вуманы лучше любых живых женщин? Ну вообще-то да Но мы делаем это пост-иронично А это совсем другое, надо понимать Во-вторых Да, женщина пока что не умеет пост-иронию Прошивка еще не вышла Их вообще-то в тот же самый месяц плотности Роскомнадзор наехал на ебучую зеленую сову Которая спамит пассивно-агрессивными уведомлениями раз в час На дуалинга И тоже потребовал удалить ЛГБТ-контент И международная крупная организация подчинилась этому решению Тогда как небольшая молдавская контора отказалась прогнуться и предпочла уйти Мы можем много смеяться над онлайн-драчилками для людей без вкуса и умения играть в игры Потому что они этого заслуживают Но позиция создателей этого контента тоже вызывает уважение, как ни странно И они тоже этого заслуживают Сука, мобильный турнир, блядь Геймерская комьюнити, конечно, настолько кринжового контента не заслужила Когда у нас есть японские симуляторы свиданий О, бесконечное лето, точно, напомнили Я ж могу поиграть в бесконечное лето, ебать Подписывайтесь на канал, я покажу вам еще больше рукотворных ужасов за гранью восприятия Можете обменяться своими состояниями на эту тему в комментариях под видео А я говорю большое спасибо моим бустерам, которые поддержали выход этого видео Их никнеймы сейчас на экране Можете присоединиться к нашей клоунской чувака Не, на самом деле Конвой делает пиздатые видосы, пацаны Сходите, поддержите Конвой Он этого полностью, полностью заслуживает Я думаю, что вам нужно сгонять и поддержать нашего пацана Конвой Он действительно делает пиздатые видосы